приветствую вас друзья с 24 июля 12 моска у нас произойдут изменения в при магазине некоторые прям танки уйдут некоторые придут какие танчики убирают льва т-34 85 м и рам 2 не особо то интересные танки очень старые у многих они есть левый т-34 85 м неплохие в принципе танки но они могут в основном заинтересовать новичков которые еще никаких особо танков на аккаунте не имеют а вот старички я думаю уже эти танки изучили вдоль и поперек что же добавляют в за 120 g ft китайский премтанк 9 уровня pt из 3 смз советский тяж а также сома sm в принципе добавляют танчики поинтереснее чем те которые убирают из 3 см за и сома sm я думаю много раз уже можно было получить и платно и бесплатно и как только их не раздавали с ними все в принципе понятно два прикольных танка совершенно разных мне допустим сома sm нравится и с 3 смз не очень но в принципе на нем играть тоже можно за счет бешеного перезарядки в барабане но сома sm имеет приятную пушку но слабую броню в общем на любителя что же такое в с 120 g ft впервые его можно было кажется получить на аукционе в 2022 году потом может быть его тоже где-то раздавали или можно было получить я не помню уже то ли в коробках может он где-то был не суть важно но впервые его добавляют прям в продажу постоянно его можно будет купить и за золото и задение я решил что нужно разобраться и для себя и для моих зрителей стоит ли его брать поиграл на нем на пресс аккаунте и мне понравилось но у танка очень много минусов которые могут вас разочаровать или нет это уже зависит от вашего скилла типа геймплея в общем надо разбираться во первых даже если вы не собираетесь его брать если вы играете на высоких уровнях не помешает вам разобраться что это вообще такое поскольку скорее всего вы будете чаще его видеть в рандоме поскольку он будет всегда в продаже по крайней мере в какой-то период точно пока его возможно не поменяет на что-то другое а может быть и не будет менять посмотрим во первых самый ближайший танк с которым его можно сравнить это су-122 1956 в плане брони они очень похожи дырявая рубка очень слабо немного танкующая маска немного поскольку местами броня есть местами и нет там где броня есть там цифры очень большие но местами даже в маске брони мало то есть она иногда будет отбивать маска это не всеми частями также есть еще лючок небольшой но в целом танк не про броню очень хорошая маскировка у танка 41 в стоячем состоянии 26 и 7 когда мы едем если поставить сюда еще мало шумку то получится 33 7 когда мы двигаемся 48 и 3 когда стоим я думаю что это прекрасная маскировка вполне себе достойная обзор 465 с фиолетовым вентилятором а также с допайком и всеми доступными перками также еще и обзор прокачан в полевой модернизации кстати вот давайте про полевую модернизацию я в ней прокачал что сохранение набранной скорости улучшение точности улучшение обзора улучшение точности принципе я думаю что тут можно ничего не менять те кто в точность не верят могут поставить улучшение перезарядки но я думаю что не стоит поскольку стрелять мы чаще всего будем вдаль по возможности поскольку у нас орудие вниз опускается на 6 градусов играть активно с шестью градусами нелегко влево и вправо пушка поворачивается на 10 градусов что тоже не особо комфортно у советского су-122 1956 все то же самое влево вправо по 10 но вот вниз на 8 на пару градусов лучше и на низком танке в принципе это комфортно более-менее китайский танчик у нас чуть чуть выше и также у него еще и уены всего лишь 6 градусов в принципе их достаточно чтобы с трудом как-то выкатываться стрелять через рельеф но когда мы стоим в кустах принципе нас это не сильно напрягает становимся удобно стоим стреляем все самое основное это сама пушка мне она очень сильно понравилась на полностью оборудованном танке с допайками полевыми модернизациями всем остальным 3658 дпм 0.29 точность 2 секунды с хвостиком сведения пробить основным снарядом бэбэшкой 271 560 альфа вот почему мне нравится это больше чем советская птшка премиум на и потому что тут альфа 560 за один игровой момент мы выдаем намного больше да тут дпм чуть чуть меньше у советского 3 700 дпм у нас 3 600 но в целом как бы 100 дпм и при том что у нас чуть лучше точность чем у советской птшки но чуть хуже сведения чуть хуже у вены я готов этим расплатиться чтобы у меня была альфа 560 там несколько раз за бой пробил в принципе уже урон нормальный какой то есть вот как раз таки за счет альфы мне удавалось легко набить много урона практически каждый бой даже если бой не очень дай чтобы такое делать нужен скилл понимание игры видение боя что в нем происходит что подлавливать челиков знание позиции прострелов но если враги где-то вот подставились и вы их подловили то бахать по 560 с хорошим пробитием точностью это прям реально кайф но что плохого в этом танке нет башни пушка плохо поворачивается что вниз что влево что вправо броня слабая вот как-то ехать активно играть в коридорных быстрых канавных картах и боях это нелегко но в целом даже в плохих быстрых боях за счет альфы дпм а что-то где-то можно подловить и настрелять но что еще меня немного разочаровывает то что фарм серебра такой себе есть прям танки восьмого уровня которые реально прям очень видно что они прям реально привозят много серебра ты прям доволен что ты на нем сыграл и привез целую кучу серы допустим т3-4 это прям для меня лично это чуть ли не номер один наверное фарм серебра прям танк вот этот китайский танчик и близко там рядом не стоял по фарму серебра дай бог он половину от того фармит поскольку часто стреляем по чужому засвету в близи не всегда получается на нем поиграть то есть мы уже половину серебра иногда отдаем когда стреляем по чужому засвет плюс еще бы башка стоит 1215 аккумулятив 5200 кумулятив стоит как крыло самолета да у него пробитие 340 что в разы больше чем у советского танка пробитие на алде и тут альфа 560 скорость полета что там что там 930 и даже на фугасе такой же пробитие фугасом 65 альфа 660 фугас и не особо интересные альфа всего лишь на 100 больше пробития 65 но чисто по картонным танкам стрелять в принципе снаряды дороговатые при том что у нас не сказать что какой-то там светляк или танк ближнего боя поэтому фармить много на нем нелегко за счет маскировочки где-то постоять с кустов пострелять где-то кого-то подловить за счет неплохой скорости покататься по карте активно попробовать поиграть если враги позволяют это да две сборки оборудования которые я пробовал и рекомендую вам досылатель малошумка вентиляция досылатель экспериментальная турбина вентиляция мне вот эти две сборки понравились я с ними набивал кучу урона было реально прикольно плюс девятки еще фармят боны что неплохо но вот что плохо то что но так себе фармить серебро да если подрубить там резервы свои клановы еще какие-нибудь то она тоже будет фармить заметно но если просто кататься с прям аккаунтом то фарм будет такой слабенький а если без прям аккаунта дай бог в ноль будете уходить если будете голдой стрелять принципе такие вот расклады мне очень сильно понравилась пушка из минусов это то что на нем тяжело играть активно в ближнем бою и так себе фарм в принципе как то так стоит ли это брать или нет если бы она стоила как прем танк восьмого уровня я думаю что можно было бы задуматься если вам такой тип геймплея и такое вот нравится то можно было бы хотя бы начать думать но прем танки девятого уровня стоит гораздо больше чем восьмого по статистике что советская птшка премиум на и что вот это вот китайская они на первом месте они там почти циферка в циферку идут одинаково поэтому я считаю что это нормальные танки достойные мне больше нравится китайская за счет альфы также большой пробить и кумулем радует можно тяжей нормально так под развалить неплохая маскировка дпм точность если бы этот танчик был бы подешевле поскольку я честно говоря не понимаю в честь чего девятка настолько дороже если бы этот танчик у меня в ангаре появился бесплатно я бы на нем играл если бы он стоил как восьмерка я бы задумался о том хочу ли я его купить но все что дальше это уже как-то тяжело воспринимается только если у вас навалом голды и вам некуда ее девать то я думаю что при желании поиграть на таком вот классе техники с таким вот кустарным геймплеем с хорошей пушкой вполне себе можно взять пишите свое мнение в комментариях с вами был варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока